Сегодня вот решила побаловать своей девушке хлебушком черненьким. Вот они. Налетают, кушают мои лапочки. С каким удовольствием они. Говорят, что нужно обязательно разморачивать. Не правда это все. Я и таким балую их. Вот петушкам забыла дать, но петушкам попозже. Он с каким удовольствием любит хлебушек. Режунька, подходи. Подходи, Режунька. Надь. Никому не достается. Девочки, Надь. О, мои лапочки. И гоняются дружа-дружечкой. Ну, всем достались. Вот сейчас. Сейчас вон туда кинем. О, хлебушка. Надь, кушайте, мои девочки. Кушайте хлебушек. И петюльки и вам кину. Да, петюлькам. Понесем, петюлькам кинем. Они вот здесь у меня за стеночкой сидят отдельно. Мы их отгородили. Вот. Нате вам петки. Нате вам хлебушек. Ну, и петюлькам. Кушайте, мои хорошие. Кушайте. Кушайте хлебушек. Вот. С удовольствием справились. Справляетесь? Ну, давайте, мои девочки. Мои умнички. Здесь каждое должно достаться в волю. Пол булки раскрошила. Кушайте. Ой, мои лапоньки. До того я их жалею, люблю, что даже не знаю, чем их побаловать. Каждый день хочется их чем-то баловать. С утра им нарвало травки зеленые. Они ее уже покушали. Сейчас вот хлебушком. Определенной у меня кормлежки нету. Как есть люди делают строго, их кормят по часам. Делают определенное количество зерна дают. Нету. У меня зерна всегда насыпано в волю. Мешанку, конечно, сильно много стараюсь не делать, чтобы они не зажирели. От зерна не зажиреют. И вот им даю иногда вкусняшки. Не иногда, а каждый день вкусняшки. Что-то, да, вкусненькое побаловать. Несутся очень хорошо. Очень хорошо. Пронесли всю зиму. Два месяца мы с ними отмучились. С расклевом яиц. Это был кошмар. Но сейчас наелись в волю песка. Ракушки. Ракушки. Все. Расклев весь прекратился. Витамином Д пропоила. И прекратился у нас весь расклев яиц. Были зачинщики. Я их знала. Маленькая беленькая курочка. Вот она. Вот она. Шутенько туда убежала. Это был Заядлый расклевщик. Клевала яйцы. И всех понаучила. Вот она маленькая беленькая. Вот она. Ух ты. Моя такая она проворная, пронырливая. Клевала безжалостно яйца. Мне говорили, заруби, заруби зачинщицу. Но я никого не слушала. Ни одну курочку не тронула. Хотя доходила до отчаяния. Грозила всех попересечь. Но потом я сжалилась над ними. Над своими лапочками. И сейчас они меня умнички. Не трогают. Все зависит от того, как кормишь птицу. Все. Никогда не будет расклевывать яйца, если будет всегда у них воля песка, ракушки. И иногда пропаивать витамином D3. D3. Витамин D3. И это проблема. Не нужно делать никакие гнезда другие с яйцей сборниками. Ничего. Ну вот и все. Все, мои ласточки. Все. Все. Пустая тарелка. Спасибо, кто смотрел. Петр Иваныч. До свидания.